Обычно увидеть вживую работу земснаряда удается не так часто, да и принцип его работы не всем известен. У Окской водопроводной станции работают профи. В прошлом году от ил и реку чистили тоже они. Медленно, но верно, это плавучая система идет от русла Оки. Данные работы направлены на улучшение качества воды. Это связано с удалением иловых отложений, которые в свою очередь при низком уровне воды в реке и высоких температурах атмосферного воздуха могут создавать процесс гниения. Поэтому это все убирается. А углубительные работы, они предназначены, их направление для лучшего водообмена с русла реки. Чтобы вода освежалась и потоком воды более чистая вода подходила к водозаборным оголовкам. Водозаборные оголовки на реке обозначены красными буйками. Технологически весь процесс укладывается в выражение «тяни толкай». В день через эту длинную конструкцию прокачивают около 4000 кубометров воды. За неделю обещают прокачать не меньше 17000. Землесос растянут на тросах, за счет которых подтягивается и вперед, вправо, влево и совершается чистка. Земснаряд будет работать в течение 5-7 дней. И я думаю, все будет вычищено. На время работы земснаряда никаких ухудшений жители не почувствуют, уверяют в водоканале. Несмотря на приостановку забора с реки, подача будет как всегда. Скважины помогут. И это официальное заявление. Наших абонентов это ни в коей мере не коснется. То есть в течение всего времени производства работ каких-либо ограничений по подаче воды населению не будет. Отсюда гидроконструкция двинет прямо в затон. Если не будет габаритного мусора и тепляка, пройдут быстро. А значит это место рыбаки могут смело брать на заметку. После таких работ эта заводь станет клевой. Во всех смыслах этого слова. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».